Девушки отдыхают 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Задесуй теперь и веселись и он. Ты же чистая Богородица, радуйся, а восстание рожденного тобой. Плотью и уснув как смертный крыльца и Господь воскреский день. Этим выведем из состояния тления Адама и упразднив смерть. Поэтому ты, Пасха медления, бессмертия и спасения мира, о Пасха, великая и священная Христе, о Примудрость, Слово Божие и Силы, удостоена совершения приобщаться тебе в нескончаемый день твоего царства. Господи, Тебе взываю, поспеши ко мне в нем и голос умоления моего, когда взываю к Тебе, да направится молитву мою, как фемиан про десет Твоем, возъяня рук моих, как жертва мещения. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться в сердце моему к словам лукавым для извинения дедных хорок. Вместе с людьми, делающими беззаконие, да не вкушу я в хвосте их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший лей, который не повредит голове моей, но вольбы моей против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слава моей, что они кротки. Как будто земли рассекают и дрожат нас, сыпнутся кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отри в душе моей. Сохрани меня под силком, поставай мне для меня. Оттянет беззаконников, подок нечистиваясь в сети свои, а я перейду. Голосом моим к Господу взывал я, голосом моим к Господу помолился. И сделал перед ним моление мое, причем он открыл ему. Тогда измемогал во мне дух мой, ты знал, стыжи мою. На пути, которыми я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я назвал Тебя, Господи, я сказал, Тебя, бежище мое. И часть моя на земле живы, не влевок ли моему. Ибо я очень из него. Избах меня отгонители моих, ибо они сильнее меня. Не веди из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Водок меня соберутся правильные, когда Ты явишь мне благодетянин. Господи, услышь молитву мою, не в ли молении моему по истине Твое. Услышь меня по правде Твое, и не входи в суд с врагом Твое, потому что не оправдаются при Тобое. И не один и не учи. Врат, преследуй душу мою, втоптал землю жизнь мою. Преоли меня жить вот некогда, но умерши. И умил во мне дух мой, а не мило во мне сердце моего. Вспоминай дни древние, размышляя о всех делах Твоих, рассуждая о делах рук Твоих, простирай в Тебя руки мои. Душа моя в Тебе, как жалкующая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает мне, стрывая лица Твоего от меня, чтобы я не подогнал своей исходящей могиле. Дай мне рано услышать милость Твоей, боя на Тебя уповая. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти. Ибо в Тебе возношу я душу мою, из баку мою, Господи, от рабов моих. В Тебе пробегаю, научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благи, да, ведет меня темно правым. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правы Твоей, выйди из напасти душу мою. И по милости Твоей, истреби врагов моих, и погуби всех, умекающих душу мою. Ибо я Твой рад. Слава Твою Сене, Святому Духу и Мужу, и преснях первого веки и веков. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Молите Бога о нас Святые угодники Божьи Игнатий Бумусердок К вам прибегаем Скорым помощником, молитвенником О душах наших Богородица Дева, радуйся Обрадана Мария, Господь с тобою Благословена ты в женах И благословен плод чрева твоего Як родилась и Христа Спаса, избавителя душам нашим Непобедимая божественная сила Честного, животворящего Креста Господень Не оставь меня грешного, уповающего на тебя Спаси, Господи, люди твои И благослови достояния твои Победа на сопротивные дару И твоя сохраняя крестом твоим жительством Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Родители и сродника благодетели Митрополита Илариона Епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела Диамида, Тихона, Антония Священария Акима, Павла, Геннадия Сергия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна Михаила, Наума Кирилла, Амвросия Вадима, Засима, Алипия, Андрея Владимира Максима Диаконов Евгения Александра, Михаила, Андрея Епископа Максима Сергия, Кирилла Венедикта, Франциска, Корнили Александра, Диодора И весь священнический, иноческий чин И высшие истины Служители, миссионеров К христианам, язычникам Иудеям, мусульманам и буддистам Венеда, еще священника, если угодно тебе Смири власти и воинства Их наведи, страх твой на них И через них сотвори благое Церкви твоей Владимира, Дмитрия Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра Эрдогена, Амана Дабы знали они, что над ними есть ты Царь царствующих и Господь господствующих Слава тебе, Господи, за тихую и мирную Ночь, что жизнь нашу продлил И разум сохранил Дай нам желание Молиться и трудиться Восхваляя твое святое имя Сохрани нас здесь И селение наше От пожара, воров и нечистой силы Помоги нам обнаружить Все наши таланты, дарованные тобой И для всего пошли нам добрых помощников Наставников и советников И умножить их Аллилуйя Слава тебе, Боже наш, слава тебе Благослови живущих в селении Виктора, Андрея, Игоря, 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 Серафима, Алексея Иосифа, Романа, Владимира, Никиту И почти добрых жителей здесь Сохрани школу Аллилуйя Спаси и помилуй Татьяну, Наталью Игоря, Марину, Никиту, Щадоих Виктора, Сергея, Севастьяна Людмилу, Нину, Алексею Расширь пределы общих Побуди всех на благовестие Найди новые души Аллилуйя Спаси и помилуй Димитрия, Марину, Щадоих Валентина, Алексея Валентина, Нина Татьяна, Михаила Надежда Димитрия, Димитрия, Димитрия Олега, Алексея, Александра Александра, Александра Анну Юрия, Георгия Аллилуйя Господи, возри на врагов Разруши их замыслы против нас Да прекрати свои злодействия и ложь Закрой их лживые уста Дай им страх Твой, Святой В судный день непомяни мы их в безумие И примири их с нами Благослови благодетели наших Воздаем добром Елену, Евгению, Евгению Евгению, Наталью, Максиму Владимиру Посети болящих Укрепи их И даруй здравия им Сергея Алексея Александра Александра Анну Аину Калери Акерину Антонина Игорь Никита И нас Василия И нас помилуй милости Твоя ради Аллилуйя И сохрани это наше сокровище Что есть сайт и форум Все для людей И трудящихся Игоря И Людмитрия Виктора Гавриила Благослови Господи Боже наш Путешествующих Аравису Льва Отступников Николая Михаила Всех найди От пьянства Избаю Павла Михаила Андрея Александра Владимира Игоря Аллилуйя Да будет между нами Мир Любови Согласия По слову Твоему Аллилуйя Упокой Господи В обителях небесных Усопших Отец И братья наших И же с верой Надеждой На воскресенье Жизнь вечную Отошедшую От жизни сей Ибо нет Человека Который Живя на земле Не согрешил бы Родителей Сродников Благодетелей Всех Православных Христиан И сотворим Вечную память Вечный покой Ибо нет Человек Который Живя на земле Не согрешил бы И прости Их согрешение Вольное И невольное Аллилуйя Найди Все Наша Росо Идокия Валентина Ирину Татьяну Марпу Нину Ольгу Елену Марию Татьяну Аллилуйя Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Авва Очи Свят 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 Господь Саваоф Вся земля Полна славы Его Аллилуйя Слава Вышне Богу На земле Мир В человек Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя Господи Божий Мой За тот день В который Дал мне Веру В Тебя Страх Пред Тобой И ожидание Суда Божия Благодарю Тебя Господи За день В который Дал мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов На истину Аллилуйя Воздай Добром Вечности Трудившимся Моей душой Возрастанием Ее Марию Михаила Иоанну Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими И Найди Непознавших Тебя Германа Александра Медляна Ивана Аллилуйя Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога А мне Грешим Благодарю Тебя Мой Ангел Сколько Лет Ты Хранил Защищал Не Покинев Смертный Часть Когда Душа Будет Разлучаться От Тела И Проведи Душу Мою Помытарством И Веди Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Даруй Мир Израилю Россию Украине Сирии Где Война Идет И Научи Нас Ценить Это Мирное Время И Приготовь Землю Све К Великим И Страшным Испытаниям Грядущим На Всю Вселенную Аллилуйя И Ангел Христитель Претеща Христов Моли Бога О Нас Научи Нажите В Бедности Господи И Имея Пропитание Одежды Быть Благочестивым И Довольным Никола Мирликийский Судотворец Моли Бога О Нас Аллилуйя Молите Бога О Нас Цятые Пророки Божии Пророк Илья И Ерисей Нох Моисей Самуил Аарон И Авель Но И И И И Патриарх И И И И И И И И И Д Д И И И Пророк Мих Да исполнит Господь духом в пророческом церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не заставлено с неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию и предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, и Ангелесты, и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн, да укрепит нас Господь в вере, и да в силу исследовать священное писание, через которое мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий, Богоносец, Поликармс, Мирский, Устин, Философ, Космай, Домиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Сарь Николай, Святой Царской Семейства, Владимир, Вениамин, Иосиф Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял начертания зверя, Анфиму, Вениамину, дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корниль, Ио, Сергий Радонский, Степан, Пермский, Серапим, Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, святые жены и девы, фехла первомущеница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас, задарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стедливость женам и девам, и сохрани их от поругания. И справь не покорилась Галина, семейство Евгении, Надежда, 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 Светлана, Марина, Юлия, Елена, Людмила, Галина, Иоанна. И нас помилуй, милости Твоей ради, прими нашу молитву, воздяни рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом, благодати Твоей, Господи. Соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже всемогущий, и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, небо и земли, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, и сохрани. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит раб Твой. Господи, Владыка, слушай, Господи, да слышит раб Твой. Аминь. Доброе утро, Христос Воскрес. Так, дальше у нас будет сейчас небольшое занятие. Я тут поставлю пока. Вот. Придется маленечко подождать. Я пока открою здесь истинное православие. Я открою одну тему. А тема такая. И так бодрствуйте. Потому что без бодрствования ничего нет. Если человек не бодрствует, то лукавый свое дело сделает все равно. Вот. Это взято из книги к истинному православию. Наша книга. Особенно бодрствовать святые призывают на молитве. Куда мысли уйдут? Как будет? Иисус сказал им в ответ. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос. И многих прельстят. Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение. Это время близко. Не ходите во след их. И скажут вам вот здесь или вот там. Не ходите и не гоняйтесь. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Ибо за это гнев приходит Божий на сыновь противления. И так не будьте сообщниками их. Да не обольщит вас никто никак. Возлюбленные, не всякому духу верьте. Но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Это взято из Матфея 24, 4, 5. Лука 21, 8. 17, 21, 23. Ефесянам 5, 6, 7. Второе Фессалоникийстам 2, 3. И первое Иоанна 4, 1. Еще до сотворения человека Люцифер, сын Зари, Херуим осеняющий, Исайя 14, глава, Иезекииля 28, глава, пытаются внедрить в сознание ангелов ложь, клевету на Бога, подменить с собою Бога. И низвержен был великий дракон древней змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Есть люди, которые чисто дьявольской природы, день и ночь клевещут. Я вот захожу иногда в интернет, даже вокруг меня все время как легион какой вьется, и притом ни одного слова истинного не говорят. Почему? Я просто вставку делаю небольшую. Почему? Потому что к вам сошел дьявол в великой ярости. Знаю, что немного осталось ему времени. Это особый признак близости, когда Господь сокрушит его окончательно. И в последнее время появилось один за другим из Германии, с Америки. Вчера приходят двое люди, которые только заботятся о Ветхом Завете. Как будто Нового Завета нет. «Христиане называемся, а почему не теми Авраама?» Ну, то есть вот такое. Явно видно, что веры настоящей нету, новозаветней христианской. Все Тора, Тора, Минора, свечи зажигают. Это полукровки, такие наполовину евреи, там намешана всякая у них кровь. Но они все будут теперь кричать к Израилю. Почему? Подготовка престола Антихристу. Все это как облако, которое бывает облако свидетелей живых, так это облако, попрощающее сознание. Никогда не было столь много. Непрерывно. И на меня выходят, но одно и то же уже приходится повторять. Истинной веры нету. Я стал думать, а почему? Откуда они взялись, эти люди-то? Мессианские разные евреи, а Христа за Бога не признают. Хотя и они там разные. Это же самое, внедряя неверие Богу, дьявол осуществлял в раю, внушая Еве и Адаму, что Бог не прав. И далее, во всю историю человеческого рода князь мира сего, настойчиво, непрерывно вводит это во все области мира и более всего Церковь Христову, совершая подмену, заменяя истину Божью ложью, восседая в храмах Божьих, как Бог, выдавая себя за Бога. Второе фестернекистам, 2 глава, 3-4 стих, Даниила, 11-36. И это время близко. И поэтому в такой он ярости. Ну, представьте, как он дробит. Православных обвиняют в основном то, что Бог есть Дух, а вы иконы кланяетесь. И сейчас как-то не так, а которые были раньше, ну, после Первой мировой войны, баптисты там кто, штундисты, пашковцы, они по-разному назывались, у них везде висела выписка из священного писания. Бог есть Дух. То есть это было открытие такое, они сделали открытие, прямо настоящее. Ну, как у субботников. Шти день седьмой. Все. Шти день седьмой. Шти день седьмой. Вот они есть. Вот сейчас я гляжу, и эти, которые подыгрывают евреям, и сами не знают, что будут для них полениями под котлом. А ничего не знают. И все какие-то пророчества об Израиле. Как он будет? Да зачем тебе это нужно-то? Пророчества об Израиле. Что было, исполнилось. Теперь антихрист сядет. Придет иной. Доткнешься, он не понимает, кто такой иной. Антихрист, меня не приняли, а придет иной его примете. То есть познание мизерное. Вышла вчера женщина одна из них. С ними вместе взял ее. Да того дерзкая. Просто хомовитая. Неслыханная дерзость. Я говорю, отключи ее. Зачем она нужна? Она на меня сразу поднялась. Женщина. Я говорю, молчать надо. Молчать. Бог не дал вам учительской кафедры-то. Ну, она что знает. Женщина. Но видно, она уже привыкла ее не остановить. Я говорю, ну ты-то мужик, почему молчишь-то? Под каблучник? Ну, дай ее у короту-то и запри ее, чтобы она не выглядывала даже. Мужчина разговаривает, а она встряла. Не говорю, кто откуда-то, иначе она объясноваться начнет. Видно, что близко к этому. И вот эта подмена везде идет. Слово Божие. Конфессия. А ты какой конфессии? Какой динаминации? Запомните хорошо все, что нет этих слов в Библии. Нет. А это что, подмена? Или говорят, а вот православное, это слово православное возникло только в XVIII веке. В XVIII веке, а князь Владимир когда крестился? Какую веру принял? Ну, как она называлась? Ну, православная. Я стал дотошно исследовать книгу правил. Уже в I веке в апостольских постановлениях уже слово православие встречается. На Первом Вселенском Соборе уже. А почему? Чтобы показать, есть истина, есть ересь. А истина как православие. То есть правильно славить Бога. А как правильно? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно. И вовеки веков в обмене. И ныне и всегда. И вовеки веков. Это православное, чтобы отделиться от еретиков. Кто не православный, это еретики. Еретики. Вот и все. И везде слово ересь, а они никогда не упоминают. А что вы слово ересь упоминаете? Я говорю, дела о плоти известны. Блуд, нечистота, Павел перечисляет. Это все немощи тела. А это повреждение ума. Добровольный человек с доказательствами принимает сатану в сердце. Ересь. Заблуждение. И 21 тысяча разных названий еретиков. Названий ереси. Никаких динаминаций нет. Он говорит и не может. Маленько пойдя опять, а конфессия, динаминация. Ну, слово-то можете говорить, не употребляйте. Замени его словом ересь. Вот я сказал, проблемы не употребляйте. А как? Нерешенный вопрос. А вот там проблемы. Как англичане говорят, проблем. А зачем тебе это нужно? Нет этого слова в русском языке. Нет ни одной области, сферы деятельности, где дьявол не совершал бы подлог, подмену понятий, не насаждал извращения, затмения ясных истин божьих, прикрываясь историческим прошлым церкви. И никогда не добавляясь, что оно было нередко еще и греховное, это ранешное историческое прошлое церкви. Если бы во всех словах, проповедях, доказательствах своей неправоты служители Божьи пользовались следующими двумя изречениями, то скольких крушений миновали бы миллионы доверившихся им слепотствующих прихожан? А что? А вот фраза. «Чего нет в Библии, о том не рассуждаем». Святой Иоанн Златоус. «Чего нет в Библии, о том не рассуждаем». Дальше. «Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне, святой Кирилл Урусалимский». Дословно, недословно, правильно, неправильно перевод, я об этом не говорю даже. Знаете, еще не знаю, два слова по словарю найдут уже, а вот это надо говорить не так, не Иегова, там по-другому. Вот, а почему? Я говорю, зачем вы прячетесь-то? Пишут Бог, Б, Дефис и Г, букву Б выбрасывают. Зачем? Это еврейские штучки. Никита Михалков один герой говорит в фильме «12». «Не прибавляй к словам его, чтобы он не облечил тебя, и ты не оказался лжецом». «И не войдет в него в город ничто нечистое, и никто преданный мерзостей лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Притча 30 глава 6 стиха, Откровение 21-27. Вот причина какая. Ты окажешься лжецом, что прибавляешь к словам его, чего нету. А участь лжецов гореть в огне. И вот подмена слов. Интересно, у заключенных тоже подменяют слова. Он не говорит «украл», «взял». «Ну, взял-то, не принадлежащие тебе, взял-то, суть-то не меняется, но слово «воровать» не любят. Вор? Нет. Машину угнал? Да нет, я просто на машине прокатился. Я ее не думал брать. Он там проехал маленько, хотел отдать. То есть подмена. Я с одним был татарином, попался, шапки снимал. «Ну, как ты снял-то? Ну, как?» Мы вот, Ваня, парень шел, а мы трое были. Ну, остановились, и у него шапка упала. Ну, и что упала? Как она упала? Ну, упала с него. Я и решил ее ему отдать. Ну, и упала. Я наклонился, а парень этот, кому шапка принадлежала, ее схватил и не отдает. Я говорю «Тебе-то зачем? Ты же хотел ему дать». «Ну, да, я хотел отдать, а он мне ее не отдает». «Да зачем тебе-то, ну, чтобы я ему отдал?» «Да зачем твои руки-то нужны, когда она уже, шапка-то, в его руках дома-то?» «Ну, а что дальше? За грудки и колено между ног?» «Ну, и дальше срок. Все. Сидит и наговаривает. Я не хотел воровать шапку, я хотел только отдать ему. Так зачем тебе было ее сначала отнимать, потом отдавать-то? Он не может выйти из этого, зацикленный. Не случайно дьявола называют обезьяной, стоящей напротив всякого дела Божия, которую он тут же извращает, пытаясь выдать за единственно подлинное, стараясь подмене, подлогу, придать вид законности. Находит апологетов, защитников, преферентов, защищающих любое антиевангельское свое установление, идущие прямо в разрез со словами Духа Божия. Вот у нас тут появился человек, но верит всякой лжи. Земля плоская, и дальше уже и Герману Стерлигову, и кому только не верит. Сейчас в новое ударился. Непрерывно на меня скидывает. А вот и на НН, а вот теперь незримо штрихи, накладывает на человека 666. То есть, я ему сказал, дело-то не в земле плоской, или какой-то верь, ты хоть там в щугунку верь, но дело в том, что ложь, ты допустил духа лжи. И сейчас столько гонят. Но сейчас в интернете ты найдешь столько всего, что интернета нет. Это обман только один. Мы ни с кем не разговариваем. Это обман. То есть, люди, у них ничего нету. Ну, и клевреты лжи, они это все. И верят. Главное-то верят. Или вот самолет летит, а у него инверсионный след, и вот это рассеивается. Нет, это трейлер. Такие яды распыляют, чтобы люди умирали. И у нас по теряевке был один. Приезжал сюда и во дворе с курицами там ходит и увидел этот самолет. И вертолет пролетел. Это они рассеивают. Но у вертолета-то ничего нету. А дым идет, видно. Это рассеивает что-то на нас. У него ну, не спортивно это. Лишний живот там болеет. Это вот они рассеяли, поэтому ребятишки у меня болеют. Да, ребятишки-то не от этого болеют, а то, что дерзкие, родителям непокоривые. И болеют, лопают безмерно, посты не соблюдают. Пузо-то ее растягивается, как резиновая. Я тебе расскажу, какая причина-то. И все везде они видят, что они умные. И притом своего ничего нет. Чужие ролики мне подкидывают один за другим. Вот паспорт, да если взял, да заграничный, печать Антихриста. Ну, это мы же не скрывали. Я показывал, как мы получали, где было. Ну, если печать Антихриста, а Ефрем Серин говорит, если печать есть, чтобы не мог совершить крестное знамение. Смотри, я кланяюсь. Не меньше семи раз в день по сто поклонов. Ну, у тебя-то этого нету. Выходит, что не продать, не купить. А ты покупаешь, продаешь. И машина у тебя есть, и деньги есть. Он ничего не понимает. Почему? Дух лжи вошел. Размощалил. Полностью размощалил мозги. Апостол Павел говорит, ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Вот причина-то какая, а не то, что ты умный. Деяние, 20 глава, 29-30 стих. Зная происки сатаны, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. То есть, мы даже умыслы можем знать его, сатаны. Да как можно знать? Ну, верующие знают. 2 Коринфянам 2,11. Святые мужи веры на вселенских и поместных соборах приняли правила, предохраняющие проникновение духа лести и лукавства в Церковь Христову, ибо дьявол особенно успешно действует там, где нет света, где нет научения, где нет предохранения. Имея сотни обходных запасных путей исказить истину и не допустить спасения человека, противник нашего спасения умело подсыпает яд в пищу, заменяя истину Божью ложью. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили тварью вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Римном 1,25. Вторгаясь в самое святое. И вот бывает то паспорт не такой, там какие-то закорючки стоят, это 666, шестерки. Шестерки боятся, а семерку не славят. А семерка – благословенная цифра, вы на нее смотрите, приход Антихриста. Нам заповедано ожидать приход Христа. А что, за три с половиной года воцарится Антихриста, это и так понятно. Ей, говорю вам, и дальше говорится, дух и невеста говорят, прийди не Антихристу, а Христу. Этим заканчивается Святая Библия. Необходимо рассмотреть хотя бы некоторые подделки беззаконных. Вначале было все так просто, открыто, доступно. Но когда в церкви, со времен выхода церкви из катакомб, появились при Константине массы прихожан, лишь по названию верующих, как и сегодня, при свободе вероисповедания, такие истинные пастыри, как святой Иоанн Златоуст, озаботились даже о том, чтобы тело Христово не было похищаемо волхвоющими и врагами, установили причащение одновременно под видом хлеба и вина. А где вероятность проникновения была меньше, как в алтаре, там причащаются и поныне точно так же, как и преподал Господь Христос в Сионской горнице отдельно. Отдельно хлеб и отдельно вино. Подделка, обман доводились до курьеза и казались невероятными. Как же так просмотрели то столь явные подлоги? Вот сегодня, и можешь что-то отказать, ничего не докажешь. Вот только появилась книга Еноха, она книга именем Еноха, ничего там от Еноха ни одного слова нет, все мгновенно этот человек ухватил. Обязательно, кто бы какая ложь где ни была, в интернете там находится сейчас-то, ты, Иван, удели это время труду и молитве, и тебе не надо будет искать эту чужую блевотину, то зачем тебе это? В вопросах дьявол отнимает бдительность именно там, где меня обманывать нетрудно, я сам обманываться рад. В вопросах похоти плоти, желания властвовать, делать, как все, наскоро, лот не знает, с кем спит, с дочерями. Яков огорчен подлогом тестья, брачная ночь нестойна, который женился. Бытие 19.30 и 29.23 Подлог дали не то тело. В дальнейшем дьявол совершит подлог тел святых, их мощи. И кто, когда о том узнает ли, чему поклоняется, все это кости, как в одном месте определились, я считал, говорит, определилось, что это кости неверующего чеченца, раскопали, а они оказались на том месте. Перезахоронение было. В родильных домах ныне совершаются подмены детей, которых матерям и не показывают, говорят, что они родились мертвыми, а младенцев продают за границу, чтобы богатые могли усыновить их или воспользоваться их органами тела для своих любимых, но больных детей. Третий отцарств 3.18 И перед законом оказались преступниками за подлог Яков 2.9 «Весь мир лежит во зле». Там дьяволу легко управлять и без хитрых подделок, во всем подражая Богу наоборот. Он провел эксперимент над Россией, наобещал построить светлое будущее, коммунизм, но только без Бога земной рай опостроил ГУЛАГ и установил свои святые мощи, дни, мощи, мавзолей, праздники. Вот День Победы это как Пасха. И вот все это, когда подумаешь так, над чем Христос над кем одержал, над дьяволом, над кем над Гитлером, говоря, вот Боги твои. Третья книга Сарс 12.28 У христиан праздник праздников Светлое Христово Воскресение, победа над дьяволом, над злом. Лукавый Дух установил свою победу, где 7-8 ноября, победу над святостью, над порядком, устроив ад на земле. Ну и второе дополнительно сейчас. У христиан праздник возрождения Духа Святого, объединения всех уверовавших во Хрицерковь. Святая Песятница, День Святой Троицы. Дьявол установил День Памяти объединения темных сил. Шабаш ведьм и колдунов Вальпургивая ночь 1-2 мая. Смотри, слова иностранных слов. Также два дня Духа в день, подобный тому празднику, который был в Иудее, Третье Царство 12.32. И вместо Благовещения позорный день 8 марта, цинично опозорив женщину. И также выставили стражу у тела своего мессии в кавычках в мавзолее. А воскресения нет и нет, хотя он по их поэту и теперь живее всех живых. Крест заменен на пятиконечную масонскую печать страшную звезду. Третья 15.40. Ну вот на этом на сегодня все. Я сейчас буду отключать, кто слушает. И через минуты две, три заново включу, никуда не отходить. Будет событие дня насчитывать. Кто встал, кому спать, идите на свое место. Все, отхожу. тюрьму. 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 Тюрьму.